Так, я говорила, мне надо было пообщаться по телефону, и вот я снова с вами, мы с вами спрей, значит, смотрим, да, дезодорирующий. У меня были проблемы с ногами, потому что мы сутки ехали, больше суток ехали до Москвы, потом мы поехали, мы только приехали, забрали свои вещи, да, из багажного отсека в автобусе. И, значит, мы были на Новоясеневской, значит, мы вызвали такси, и мы полтора часа ехали до аэропорта. В аэропорту мы галопом по Европам, мы приехали в Шереметьево, мы галопом по Европам просто с вещами вместе побежали в аэропорт, сели в самолет, тудым-сюдым, короче, ну, там сдали вещи, багаж свой, да, тудым-сюдым, короче, и в самолете мы провели около, ну, то ли 7, то ли 9 часов, я точно не помню, по-моему, 9 часов. Потом у нас еще часов 6, наверное, был где-то перерыв. Мы из них 2-3 часа провели полностью в одежде, то мы сдавали вещи, то мы, короче, то-то, то-се, ну, поняли, да, то мы вещи сдали на хранение, то мы там пока поесть сходили, туда-сюда. Значит, и потом мы, мы пошли на вокзал, господи, ну, где ожидание, зал ожидания. Значит, там была еще детская комната, мы с Дамиром в детской комнате поиграли и вот ожидали, в общем-то, поезд. На поезде мы ехали 15 часов, 6 часов ожидания, 15 часов поезд, 9 часов самолет, полтора часа на такси, еще час, где-то полтора на такси до того, как мы сели в автобус до Москвы, плюс ожидания. До Москвы мы ехали где-то, ну, около суток, где-то так, 24 часа еще. И все это время, ты практически все время находишься в обуви. Уже в поезде я сняла с себя, наконец-то, обувь, носки, переодела, обула тапочки, но в самолете это не очень было удобно. С ребенка я постоянно снимала обувь и одевала ее обратно, и потом в самолете уже я ему поменяла обувь просто на сандали. Вот, в носочках, ну, чтобы не было холодно, но и не было жарко. В общем, ноги были в ужасном состоянии. Педикюр на педикюривала, но, наверное, не один сеанс педикюра, прежде чем ноги стали выглядеть, ну, полностью нормально, так, как обычно. Вот. Потом, что еще? И вот эта история с грибком, когда вот я дала свою обувь, я вообще ненавижу давать свои вещи, кому бы то ни было. Мне это неприятно, мне это не нравится, в своей жизни я давала. Только один раз подруге рубашку свою, она мне ее вернула с грязным воротом, с грязным, не от грязи, а от тонального крема, пудры и так далее. То есть она ее то ли не постирала, то ли хрен его знает. Она была в ее духах, она была не постирана, и она еще ее и припалила. Сзади ей ее мама зашила место, где она припалила ее, эту рубашку мою. Там, значит, сзади была сеточка сделана черная, ну, рубашка самобелая, но на спине из черной сетки были там какие-то рисунки. Она меня сильно выпрашивала эту рубашку, я как-то к вещам не очень цеплялась, потому что у меня мама занималась одеждой. И как-то у меня было настолько много одежды, что я не цеплялась к тому, что, ну, там, то есть если бы я сама ее там порвала, испачкала, испортила, я бы к этому так не относилась. Ну, если бы я порвала, испачкала чужую вещь, или когда мою вещь испортили и не признались в этом даже, это неприятно. Тем более мы достаточно долгое время дружили, мне казалось это нормально и логично сказать. Настюха, извини, я там, ну, не отстиралась, короче, рубашкой, я там ворот тебе испачкала тонаком, или там, я там припалила случайно, когда гладила, там, рубашки не ношу, да, с непривычки случайно припалила. Я бы нормально к этому отнеслась, но когда тышком-нышком, вот так втихаря это делается, это очень неприятно. Вот, это реально неприятная была история, вот эта история с кроссовками была неприятна, когда меня заразили грибком. Кроссовки были хоть и 350 раз выстиранные после человека, потому что они пахли потом, это неприятно, правда, если у тебя, ну, у тебя потеет нога, там, еще что-то, и ты обуваешь чужую обувь и отдаешь мне ее вонючую в поте. Мне так было, фу, я их одела, честно, один или два раза после этого, вот, потому что у меня раз грибком я заразилась, и хоть у меня их постирала, мама мне их тоже стирала и спреями там всякими дезинфицировала, я когда я ходила опять, у меня опять начался грибок. В общем, это неприятная херня. Вот, и насчет того, что помогает ли оно от грибка, я не думаю, я вообще не верю в противогрибковые эффекты. Но это средство обладает дезодорирующим эффектом, в принципе, раз, во-вторых, от него ножки, оно так ментолом пахнет, эвкалиптом каким-то, и ножки прям вот, раз, и такая вот, ну, легкость какая-то в ногах появляется, свежесть какая-то, легкость, приятненько становится. Ножкам после тяжелых трудовых будней, после того, как много дорожек и сбороздишь просторов своими ножками, ножки устанут, и вот ты покупаешься, водичкой их польешь, душик, а так, может, прохладненько немножечко, и вот этим вот спрейчиком вообще отлично, прям отдыхающе, знаете, прям сразу хочется в теплую постелечку, под одеялко пушистое какое-то, и отдыхать, лежать, вот, это приятно, ножкам приятно. Но по поводу вещей, я свои вещи никому больше не даю, мне неприятно, мне это неприятно, мне неприятно делиться своими вещами с кем-то, кто не имеет отношения к моей семье. Я могу поделиться там, я не знаю, подарить, отдать свои там какие-то носки Вове, вот, Вова, может, мне свои там вещи какие-то отдать, а приехала, помню, в находку. А мы жили в общаге, и, короче, у меня, я приехала, у меня было, по-моему, трое носков всего с собой, и они все, короче, ну, уже грязные были, и я такая, блин, у меня носков не от чистых. И мне вроде свои носки поотдавал, там, какие-то, ну, запечатанные, хотя я могла и не запечатанные носить, то есть, я нормально. Вова мне отдавал свои кроссовки, я отдавала Вове свою обувь, мы менялись там сумками, рюкзаками, Вова мне дарил свои рубашки, я ему свои, ну, такие вот, унисекс, вот. Вот, и я нормально к этому отношусь, спокойно вообще. Я там отдала ребенку свои два таких вот тканевых рюкзака, такие, ну, мешки для обуви, объективно говоря, вот. Я отдала оба мешка таких ребенку, и спокойно он их носит, вот. Я там брала какие-то носки у Дамира, Дамиру отдавала свои такие заниженные носки. Я нормально отношусь, и когда это все внутри вот семьи, я этого никогда не понимала, потому что, ну, до того, как я встретила Володю, до того, как появился Дамир, вот, родился. Я хочу сказать, что этого не понимала, не понимала, как можно с парнем меняться там футболками, рубашками, еще чем-то, как можно носить его вещи, он носит твои вещи, как это вообще возможно. Я там смотрела каких-то блогерок, и там блогерка одна рассказывает, вот, у меня парень поправился, он мне там отдал своего пальто, в которое он не влезает, а у меня оно так стильно, у меня так красиво в нем, бла-бла-бла. Я такая сижу и думаю, как, я не понимаю этого, как они носят одни и те же, ну, одни футболки на двоих, вот. То есть парень носит почти по размеру, да, а девушка там миниатюрная, и на нее оно такое оверсайз выглядит, вот. И как они вот вообще носят вещи друг друга, я этого не понимала, категорически не понимала. Сейчас я к этому нормально отношусь. Но посторонним людям, коим являются там какие-то там знакомые, подруги, еще кто-то, это посторонние люди. Для меня лично, я не знаю, как они следят за гигиеной наверняка, как они там стирают вещи. То есть если я знаю, что кроссовки мужа, это чистые кроссовки, что у него там нет грибка, у него ничего нет. Моя там обувь, носки, еще что-то тоже все чисто, все замечательно, потому что я слежу за чистотой этих вещей и так далее. Вот, я знаю, кто у меня в семье болеет, не болеет, а все остальные, это для меня посторонние. Я не знаю, я больше не делюсь ни с кем после этих двух историй своими вещами. Мне это более того неприятно, противно и так далее. И не хочу. Спасибо большое. Вот. Хотя раньше там, да, могли там, например, у кого там самая большая нога, там у одного парня был 43 размер, и у него были огромные такие эти... А как они назывались? Дутые такие кроссы. Шузы. Это называлось шузы. Вспомните? В эпоху эмо. Вот. И мы, короче, все выходили там покурить, подышать свежим воздухом, в летний туалет. Мы все выходили, короче, в шузах фиолетовых. Вот. И нормально. И ни у кого не было грибка, я хочу сказать. Я не знаю, как потом у этого парня. Потому что это мы носили, да, там, понты его кроссовки. А он потом после всех нас, когда обул их эти шузы, я не знаю, каково ему было. Ну, как-то это было настолько естественно для нас на тот момент и нормально, что я не знаю. Я не знаю. Ну, как бы... Я не знаю, почему так все. Почему все так случилось? Почему все так было вообще? Как мы вообще к этому пришли? И зачем? Я не знаю. Давайте рассмотрим с вами еще такую вещь. Или в другой раз. Давайте, нет, давайте... А, еще в пустых баночках. Любит, друзья. Не открыла бы, забыла. Детский порошок для стирки детского белья. Гипоаллергены без фосфатов, синтетическое омоющие средства. Я не знаю, насколько они хотят стрижек. С первых дней жизни чистое мягкое белье 0+. Действительно, аллергии не вызвало. Насколько это стирок? Не написано. Ребята, короче, мне хватило тупо на одну стирку. Я реально один раз всего постирала вещи. Свою кучечку белья. И, кстати, в этот раз кучка у меня была небольшая. И мне хватило тупо на одну стирку. Порошка. Обычно хватает на больше. Обычно на 3-4 стирки. Ну, как минимум на 2 больших. А тут на одну. Все, у меня опять что-то с камерой происходит. Все. Давайте перейдем в следующее видео. Продолжение следует...